Это видео будет про величайшего борца-вольника Арсена Фадзаева. Арсен Фадзаев – борец вольного стиля. Он является двукратным олимпийским чемпионом, шестикратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы. Он также является обладателем приза «Золотая борцовка Филла» 1986 года. Во всех видах спорта встречались атлеты, которые делали то, что раньше казалось невозможным. Они превосходили всех на голову и ставили умопомрачительные рекорды. В плавании таковым стал Майкл Фелпс, в беге на короткие дистанции – Усейн Болт, в прыжках с шестом – Елена Есенбаева, а в вольной борьбе таким выдающимся атлетом был и остается советский и российский борец Арсен Фадзаев. Талант в борьбе проявился у Арсена очень рано. Видимо, самой природой ему было предначертано стать самым сильным, смелым, техничным и глубоко мыслящим борцом. Он легко одерживал победу за победой. Еще юношей он становится двукратным чемпионом страны, чемпионом спартакиады школьников, трижды завоевывает высшие награды на молодежных первенствах страны и, наконец, становится сильнейшим борцом в Европе и в мире. Первые важные победы в карьере случились у Арсена в 1983 году. Фадзаев стал участником матчевой встречи СССР-США и в своей схватке одолел Эндрю Рейна. Затем, в этом же году, он победил на чемпионате мира в Киеве. Этот турнир был первым в карьере молодого борца. Эта победа заставила всех зрителей и специалистов обратить внимание на нового лидера в весовой категории до 68 кг. Именно с этого момента и начинается отсчет потрясающей победной серии выдающегося советского борца. Было очевидно, что борец идет к олимпийскому золоту. Начиная с 1983 по 1988 год, Арсен Фадзаев не просто не проиграл ни одной схватки, но даже не отдал своим соперникам ни одного балла. Достижения, которые покорились Фадзаеву, выглядят просто невероятно. Большую часть своих побед Арсен одерживал досрочно. Бывало даже, что судьи просто не успевали подсчитывать за этим борцом баллы, и он сокрушал своих соперников одного за другим. Арсен Фадзаев, возможно, мог бы быть и трехкратным олимпийским чемпионом, но в то время Политбюро приняло решение не ехать на Игры в Штаты. Они в 1984 году проходили в Лос-Анджелесе. Арсен Фадзаев вспоминал этот период, как едва ли не самый кошмарный день в своей жизни. Для нас это была катастрофа. Пропустить Олимпиаду, как так можно? Это же для спортсмена самое святое. Сокрушался чемпион. Свою первую Олимпиаду он выиграл лишь в 1988 году. Великолепная серия схваток, в которых Арсен не отдавал своим соперникам ни одного очка, завершилась, и поражений у Фадзаева по-прежнему не было. А в финале советский борец одолел корейца Пака Джан Суна со счетом 6-0 и впервые стал олимпийским чемпионом. В следующем олимпийском цикле Фадзаев решил бороться в более тяжелой весовой категории, но уступил олимпийскому чемпиону-американцу Кенни Мондею. Та серебряная награда в Советском Союзе расценивалась как тяжелейшее поражение. Тогда Фадзаев решил вернуться в более легкий вес, и там борец продолжил крушить всех своих соперников. И завершением четырехлетнего сезона стала победа на Олимпиаде в Барселоне 1992 года. Она получилась не столь яркой, как предыдущая, но менее ценной от того не стала. Несмотря на то, что Фадзаев уже был двукратным олимпийским чемпионом, он мечтал и о третьем олимпийском золоте, которое ему не досталось в Лос-Анджелесе. Он заявил, что будет готовиться к играм в Атланте, и в начале 1996 года Фадзаев погнался за третьим золотом и начал подготовку к Олимпиаде. В сборную России он не попал, и поехал в США в составе сборной Узбекистана, где жил несколько лет. Но не всем мечтам чемпиона суждено было сбыться. Его победил свой же ученик, россиянин Вадим Багиев, одолел Арсена Фадзаева и окончательно лишил его надежды на третью олимпийскую победу. В итоге Фадзаев занял лишь 13 место. Но несмотря на это досадное поражение, достижения великого чемпиона остались в истории. В 2003 году Международная Федерация Объединенных Стилей Борьбы признала Арсена Фадзаева лучшим борцом вольного стиля 20 века. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok